Вот все блогеры оставляют ответ на кликбейтный вопрос в конец видоса, а я, знаете, самый честный, вот я больше всех заслуживаю ваших лайков и репостов, я прям сразу отвечу на вопрос, который стоит в названии. Как возненавидеть ванцы за три шага? Пройти в них три шага. Тут опять же, не поймите меня неправильно, у меня ванцы ассоциировались с подростковым периодом, ну как я думаю и у всех, и я вообще гонял постоянно в ванцах, когда мне было 14, 15, 16, 17, но тогда я вообще не особо задумывался о качестве обуви, которую я ношу. После этого я уже подрос, поносил асиксы, поносил ньюбелансы и пришел к какому-то своему дзену удобства, и я ходил почти исключительно в беговых кроссовках. Не какие-то выебистые редкие, а просто винтажные, то есть по сути бэушные, которые не находятся в каком-то ажиотаже, и чаще всего я там от 5 до 8 тысяч рублей тратил на пару каких-то ретро-беговых кроссовок, чувствовался шикарно. Приехал в Грузию, здесь таких фишек нет, и самая доступная обувь, которая при этом была бы еще и красивая, это ванцы. В итоге мои две основные пары обуви сейчас выглядят так. Раз. И два. Скажу честно, мне как будто снова 14. Смотрится очень классно. Но! Вот насколько они красивые, и вообще просто все мои луки разноображивают, и делают какими-то более такими скитерскими, живыми, озорными, настолько же они, блять, неудобные. Это просто жесть. Первые, мне очень было в них неприятно, я чувствовал каждый шов, они мне просто везде терли и резали, и пару недель прям было жестко дискомфортно. Вот опять же, после кроссовок это просто воспринимается как какая-то пытка. Ты и так засовываешь ногу вот в этот мешок на подошве, при том подошва плоская, там да, там есть какая-то, какой-то выступ под стопу, но опять же, вот после асиксов, которые твою ногу обнимают реально, как родные, тут просто мешок для утопленника. И после этого я купил более продроченную модель уже с поддержкой пятки, да, потому что в предыдущих у меня, ну, пятка отвечает сама за себя, и никто ей не поможет. Купил скитерскую модель с поддержкой пятки, и пятка-то поддерживается, но в итоге она очень давит на стопу, а спереди из-за того, что узкий нос, стопа сжимается, и поэтому у меня ощущение, что левый ботинок мне ровно по размеру, а правый мне немного мал, и сама нога ощущается как в пуанте. Вот видели эти фотографии у балерин внутри, там вот так вот она свернута, вот так же я себя чувствую в вонсах. Сейчас уже почти месяц гоняю вот в этих черных, и более-менее сейчас разнашиваюсь. Но я до сих пор не уверен, вообще стоила эта покупка того, я их разношу вообще когда-нибудь. И все эти страдания привели меня к вопросу, как так получилось, что вот от Найка, Адидаса и других топовых брендов мне, чтобы найти что-то по вкусу вот здесь, в Тбилиси, мне нужно и с другой стороны заказывать, как-то париться со всем этим. А в Энсе я просто захожу в магазин, и они мне нравятся, они вот красивые везде и всегда. И они мировая компания, которые делают тряпочные кеды трех видов. С этим всем сегодня разберемся. Здрасте, вы на канале Сейна. Знаете, меня часто спрашивают, вот Миш, а что будешь делать, если Ютуб закроют? Если я за последний год и сделал какой-то вывод, так это то, что всем и всегда будут нужны айтишники. Я в свое время, когда отучился на фотографа, я был несказанно рад, что мне платят 5000 рублей за фотосессию. При этом на курсы и камеру я потратил в разы больше. Просто послушайте, что предлагают айтишникам. Ката Академия предлагает курс фронт-энд разработки с оплатой после трудоустройства. И вам не послышалось. Сначала вы без кредитов, рассрочек и каких-либо взносов проходите вступительные испытания и поступаете на понравившийся курс. Затем проходите подготовку по выбранной специальности под контролем наставников. После каждого блока у студентов проходит ревью знаний и кода. В конце теоретической части учащихся ждет командный проект, который позволяет получить боевой опыт работы. Именно так будущие выпускники будут работать после трудоустройства. После этого вы устраиваетесь на работу по специальности и только после всего начинаете платить за пройденное обучение. При этом если вы не нашли работу по специальности, вы ничего не платите. Или же если вы не справляетесь с программой, вот не успеваете там, не укладываетесь в дедлайны, вас просто отчисляют и вы также никому ничего не должны. И это указано в договоре. Ката — это академия IT-специальностей, которая уже более пяти лет обучает студентов программированию и тестированию в России по модели ISA — оплата после трудоустройства. И главная цель Ката Академии — это реальное трудоустройство своих выпускников в Москве и Петербурге на позиции Junior Plus или Middle. Минимальная гарантированная зарплата выпускников составляет 80 тысяч рублей. Это также прописано в договоре. А в 2023 году 94% выпускников этого курса устроились на работу с заработной платой свыше 150 тысяч рублей. Сначала вы без кредитов, рассрочек и каких-либо взносов проходите вступительные испытания и поступаете на понравившийся курс. Затем проходите подготовку по выбранной специальности под контролем наставников. После каждого блока у студентов проходит ревью знаний и кода. В конце теоретической части учащихся ждет командный проект, который позволяет получить боевой опыт работы. Именно так будущие выпускники будут работать после трудоустройства. После этого вы устраиваетесь на работу по специальности и только после всего начинаете платить за пройденное обучение. Так что не упускайте свой шанс получить профессию, которая точно будет актуальна. Ссылка в описании. Был такой мужик Пол Ван Доррен. Он не был каким-то великим скейтером или супер дизайнером. Был обычным ребенком в семье работяг, родился неподалеку от Бостона в США. И в 14 лет бросил школу, целыми днями зависал на ипподроме, работать не хотел. И его маман устроила его в обувную фирму Рэндис. Просто чтоб не шатался обогтя, а работал. В компании Рэндис Ван Доррен проработал 20 лет. Реально. В 34 он стал вице-президентом, при том, что начинал с уборщика. И сама Рэндис за это время тоже выросла и стала аж третьим производителем обуви в Америке. Однако у них было убыточное предприятие. Фабрика Рэндис в Гарден Гроув теряла по миллиону долларов ежемесячно. И туда как раз поставили Пола Ван Доррена, его брата Джеймса и их бизнес-партнера Гордона Ли. И всего за 8 месяцев фабрика наших героев стала успешней и прибыльней, чем основной завод Рэндис. Этот успех не остался незамеченным в первую очередь самими его авторами. И они решили открыть собственное производство с учетом, так сказать, всех накопленных знаний за десятки лет в бизнесе. Основная фишка, с помощью которой они хотели покорить рынок обуви, заключался в том, что большую часть прибыли и большую часть стоимости обуви составляла наценка магазина-распространителя. Условно, оригинальный кроссовок стоит 5 долларов, и чтобы окупить его доставку, коробку и выйти в прибыль, нужно продавать его за 10. Ван Доррен же хотел продавать обувь напрямую, без наценки посредника. Таким образом, она бы была и дешевле, и такая же качественная. К своей команде они добавляют инвестора и предпринимателя, который уже работал с поставками обуви из Японии, и называют компанию Ван Доррен Раббер Компани, резиновая компания Ван Доррена. И сокращение Вэнс пришло только в 70-х годах. И понимаете, это сокращение от Ван Доррен, то есть это Вановская обувь. И чем хотела покорять покупателей компания Вэнс с точки зрения производства самой обуви? Первым слоганом будущей компании Вэнс стала «Холщовая обувь для всей семьи», а главной фишкой – вулканизированная резиновая подошва. И, собственно, я сейчас вам описал буквально всю обувь, которая есть. Она состоит вот из двух компонентов и шнурков. Но в каждом из компонентов своя фишка. Подошва сразу вафельная. Вот та самая классика, которая до сих пор на Ванцах есть. Она, понятно, сейчас измененная в некотором роде. Рисунок уже тот же, она вдвое толще, чем у конкурентов. Чтобы обувь была прочная, сверху оно обтянуто именно холщовой тканью. То есть она и дешевле, и прочнее. Как вы понимаете, про какую-то модность речи вообще не идет. И изначально Вэнс сделаны на основе фабричных кед. Всем мамкиным модникам даю на заметку. Именно фабричные кеды до сих пор очень крутая тема. Вэнсы все знают, все носят, хотя ваши луки может также разнообразить, но только еще показать то, что вы шарите и выискиваете. Если вы сейчас найдете какие-то вот фабричные кеды. Например, есть вот бренд Два Меча, который имитирует как бы тот стайлак, но они более современные. Есть натурально заводские кеды с завода Динамо. Вы можете их прямо сейчас найти и купить прямо реально на заводе. И специально для этого ролика я нашел. Я в детстве занимался ушу, и меня вот всегда привлекали кеды, которые продавались в каких-то специфических спортивных магазинах. И я видел их только там. Я загуглил, оказывается это реально кеды для ушу, называются феюе. Ну согласитесь, в них что-то есть. А если закастомить, и при этом посмотрите сколько они стоят. И вот представьте просто, что у вас все друзья в этих унылых олдскулах, которые уже всем надоели, а вы пришли в феюе. Ну охуенно. Совет бесплатный, подписывайтесь на бусте. Так вот, вернемся к Венсам, а точнее еще в Андоррен Раббер Компани. Основная фишка была именно прочность. Там хлопковые нити заменяли на нейлоновые. И в принципе основная вот тема в противовес конкурентов было то, что наши кеды дольше проживут. Притом конкурентов было немного. Были компании Кед, Конверс и Рэндис, из которой собственно ушли все основатели Венс. И Венс стала только четвертой компанией, которая в принципе такую обувь производила. На создание первой фабрики ушел целый год. И через год открылся первый розничный магазин. И это просто супер. Во-первых, его размер был 6 квадратных метров. Шесть. Во-вторых, в этом магазине нельзя было сразу купить обувь. Выставлялись только сэмплы. То есть можно было посмотреть и примерить. А после этого выбрать размер и цвет и забрать готовую пару на следующий день. То есть каждые кеды изготавливались индивидуально под покупателя. И таким образом не было перепроизводства. Сами модели Венс не имели тогда названий. Имели только номера. Первой моделью стала модель номер 44. Сейчас она называется Аутентик. И именно эти кеды как раз таки из-за своей износа стойкости быстро стали популярны у скейтеров. И говоря про эту модель, она является типичным представителем так называемых плимсол шуз. Плимсол это примерно то же самое, что waterline. То есть линия соприкосновения воды с судном. И на этих вансах вот эта вот как раз полоска возможно нужна для того, чтобы видеть вода, на которой ты стоишь. Она достаточно высоко, чтобы затечь тебе в кроссовок или еще нет. Это собственно актуально, потому что и скейтерская культура во многом, и собственно венсы и плимсол шузы, они пошли от серферов. Которые часто, во-первых, им нужны легкие кеды, в которые можно легко влезть, легко из них вылезти. И во-вторых, им часто нужно ходить по воде. Поэтому чуть-чуть увеличенная подошва и вот эта вот самая плимсол полоска, она была крайне актуальна. Про полоску не точно. В расстановлении скейтбординга есть шикарный фильм Короли Доктауна. Там как раз таки рассказывается про то, как чуваки, которые катались на серфах, постепенно начали думать о том, что они хотят кататься вообще-то еще и по городу. К середине 70-х скейтбординг становится популярной культурой. У вансов вафельная подошва, они твердые, хорошо сцепляются с доской и стираются вроде как медленнее, чем все остальные кеды. Да и к тому же сами венс быстро подхватывают то, что их носят скейтеры, начинают дарить свои кеды. Сын Пола Ван Доррена лично развозят на своем грузовике скейтеров по их чемпионатам, они всячески саппортят эту движуху и скейтеры отвечают на это взаимностью. Компания покупает рекламу в журналах о скейтбординге и даже заплатила скейтеру по фамилии Пиральта аж 300 долларов за амбассадорство, чтобы он носил их обувь. И как раз благодаря Пиральте и еще Тони Альве появляется первая модель, созданная со скейтерами. Это Ванс Эра, они похожи на Аутентик, но имеют собственно дополнительный холщовый слой, как раз таки для того, чтобы эта часть еще дольше могла служить скейтерам, у которых она часто трется о шкурку. Как вы знаете, это сотрудничество определило всю историю Ванс и позже Пол Ван Доррен говорит, что предан скейтерам, потому что именно они сделали его компанию такой. Понимаете, компания буквально прошла путь от Ван Доррен Раббер Компани холщовая обувь для всей семьи до Ванс оф де Уолл. Именно тогда появляется слоган оф де Уолл, то есть со стены, и это один большой реверант скейт-культуре, потому что катались в пустых бассейнах, теперь их специально строят и называют пулами. И со стены это и по-скейтерски, и по-молодежному, и так протестно, агрессивно, офигенно. Все это появилось в Ванс Раббер Компани, исходя из того, что они просто следовали за желанием клиента. И именно тот самый Стейси Перальта срежиссировал фильм Короли Доктауна, которым я вам уже рекомендовал. А в Ванс его спонсировали в 2001 году. Еще раз настоятельно рекомендую «Красивущая лента». Ванс Эра, они же Ванс 95, отлично продаются, но при этом все еще не имеют вообще никаких ответов. Это все еще абсолютно обычные вот эти вот холщовые тапочки. И тогда появляется идея придумать отличительную черту. Буквально черту. Знаменитая Jazz Stripe была придумана Полом Вандораном и вдохновлена формой выхлопной трубы автомобиля Shelby Cobra 1967 года выпуска. И модель, которая первой получила знаменитую на весь мир полоску, это, конечно же, олдскулы. И только вдумайтесь, это была первая обувь для скейтбординга с кожаными вставками. Казалось бы, какая мелочь, но по тем временам это было важно, потому что, опять же, в принципе, настолько серьезный ботинок для скейтбординга сделать, это было уже вау. Сейчас мы понимаем, что это суперклассический силуэт всех времен, и он до сих пор соревнуется и дает фору большей части конкурентов в этом ценовом диапазоне. То есть, если вы ищете себе какие-то кеды похожих габаритов и серьезности исполнения, скорее всего, олдскулы новыми будут дешевле. Заплатите ли вы при этом комфортом, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, внешне будет выглядеть ничуть не хуже. И в 1977 году выходит модель Skate High. Она в оригинале 38, и тот самый Стейси Перальта начинает носить ее как свою основную обувь для скейтбординга. И я до этого упоминал про 300 долларов, важно понимать, что это был вообще первый в истории индорсмент со скейтером. И, в принципе, в тот момент никто не признавал скейтеров из больших компаний, кроме Vans. И сейчас понятно, насколько это великое маркетинговое вложение, но тогда вот эти вот Vans 38, это было что-то невероятное, потому что обувь создана специально для скейтбординга, и защита стопы от ударов доской, и дополнительная вставка, чтобы не терлась о шкурку. И, в принципе, у них амбассадор, скейтер, это было супер прогрессивно по тем временам. И сам Перальта во всех интервью говорит, что самое важное было, что Vans в них поверили. И следующий, и классический силуэт, и вечный успех Vans, а именно их слепоны, появляются в том же году. И тогда же появляется классический силуэт Vans в клетку. Появляется он также, следуя желаниям покупателей. Потому что сын Пола однажды пришел из школы и рассказал, что там, мол, дети разукрашивают кеды в шашечку. На следующий день такой принт уже продавался в магазине. И эти слепоны в шашечку прошли кастинг в фильм «Быстрые перемены в школе Ричмонд-Хай». В нем играл Шон Пен, он играл серфера-наркомана, и нужно было найти какую-то обувь, которая вот будет достаточно к нему подходить и его символизировать. Были выбраны эти ванцы, сами кеды настолько вписались в образ и стали своеобразным символом фильма, что их даже разместили на обложке саундтрека. Пиарщик Vans, Бетти Митчелл, не растерялся и разослал тысячу паркет на американские радиостанции. В итоге спрос увеличился еще больше, и капитализация Vans выросла с 20 миллионов долларов до 45. Пол Ван Доррен вообще не планировал, что будет продавать Vans за пределами Калифорнии. В итоге после этого фильма Vans продавались уже по всему миру, а этот самый чикерборд, шашечка, сейчас отдельный раздел на сайте Vans. То есть есть одежда, обувь и шашечка. Посвятив компании буквально всю свою жизнь, Пол в какой-то момент передал управление Джеймсу. Тодд, видя успехи Vans в скейтбординге, решил поконкурировать с мировыми брендами в остальных видах спорта. Vans выпустили обувь для футбола, баскетбола, бега, тенниса и других видов спорта, но, к сожалению, не смогла добиться в этом успеха. И вообще понятно почему. Откровенно говоря, вот вы в магазине смотрите на Vans, нет ощущения, что большая часть тех, что не классические, какие-то, ну, странные. И в такой ситуации конкурировать с Nike, Adidas, Puma, Reebok и другими брендами, которые в каждом из видов спорта уже десятки лет находятся, оказалось невозможно. В итоге, из-за того, что у Vans накопились огромные долги, Полу пришлось вернуться снова к руководству. Был дан слоган «Будем экономить на всем, кроме качества обуви». И в итоге банкротства удалось избежать только после продажи компании группе инвесторов за 75 миллионов долларов в 1988 году. При этом в 2004 круг замкнулся. Ивент запустили раздел с кастомом на сайте. Сейчас вы можете не только менять цвета и размеры. Можно выбрать апгрейды в виде, например, влагозащиты, усиленной говнодав подошвы. Можно выбрать переработанную конструкцию конфи-куш. Можно сделать, чтобы сам тапок Vans был изготовлен из ресайклинутых переработанных материалов, если вы очень печетесь об экологии. Или вообще сделать олдскулы прямо с вашей фотографией. То есть буквально загрузить любую фотку, хоть селфач, и поместить его на ваши кеды. Отличная идея для подарка, но только если вы живете в Штатах. И вот еще интересная штука. Возможно, вы видели в ТикТоке видосы этой вот женщины, которая пропагандирует отказ от Vans, потому что, мол, они вот слишком сжимают стопу. И вот у них такие узкие носы, в них сжимаются пальцы, из-за этого всякие проблемы с ногами. Так вот, на сайте Vans сейчас можно выбрать широкую версию классических моделей, в которой действительно будет больше места и сверху, и в ширину. Так что можно выбрать эту опцию и не покупать вот это вот убожество. Последнее, что я расскажу из истории Vans, это то, что в какой-то момент спасительным кругом для них стали ботинки для сноуборда. Я с них ору. Сейчас вы знаете, что в ассортименте Vans есть и кроссовки, и футболки, и рюкзаки, и куча всего разного. У компании нет амбиции оказаться вообще везде, но зато в своей нише они чертовски успешны. И в чем они еще очень успешны, так это в коллаборациях. И сейчас вы увидите то, что мне удалось найти в коллаборациях Vans, ну за последний максимум лет пять. То есть то, что до этого туда даже не входит. Насколько в этом прослеживается изначальная логика Вандорана, что мы не просто сами выдумываем дизайны, а мы коллаборируем с тем, у чего уже есть аудитория. То есть то, что как бы наша публика хочет видеть. Публика хочет Спанч Боба или Сейлор Мун, так нанесем Сейлор Мун на Вансы. И сила подстраивания под покупателя настолько велика, что некоторые коллаборации выходят как бы не только как уже сконструированные модели, а выходит паттерн. И ты можешь как бы сам себе сделать кроссовок, но взять при этом коллаборационный принт. И не менее интересно, что Vans коллаборируют как с модными домами, так и совершенно не забыли о скейтерах и регулярно выпускают профессиональные модели. При этом ни одни, ни другие пользователи Vans не чувствуют себя ущемленными тем самым. То есть и идеалы андеграунда не предали, и при этом уже сотрудничают с брендами класса тяжелый люкс. Теперь мы знаем, что все успехи Vans это по сути либо универсальные вещи, которые и до Vans отлично работали. Только что-то сделали прочнее, что-то сделали потолще, поуже и так далее, но а все остальное сделано в точности так, как хотел пользователь. И это, собственно, продолжается до сих пор. Пол Вандоррен умер в 2021 году в возрасте 90 лет. Сейчас по SEO-компании занимает его сын Стив Вандоррен, который как две капли воды похож на своего отца. Ну и да, мои кеды неудобные, потому что это пляжная обувь, это холщовая тряпка на резиновой подошве, ни больше, ни меньше. Вывод сделать не получится. Хочу почитать ваше мнение в комментах. Вот красота требует жертв. Вы Vans терпите или не терпите? Или уже не терпите? А вы, товарищи мои дорогие, возможно, не знаете, что у меня очень стильные шорт-видосы в социальной сети Instagram, запрещенной в России, в социальной сети YouTube, в социальной сети ВКонтакте.ком, в паблике Уголок Маразмов Сейна, также в Яндекс.Дзене и в ТикТоке, если он у вас работает. Прошу вас подписаться на меня где-то там, потому что мои шорцы лучше всех на планете. И это факт, доказанный Британской Академией Наук в 2006 году, 18 января. Не верите? Проверьте. А на этом все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки.